Новая высадка российского десанта в Киеве. Кого в этот раз Путин отправит на убой в Украину? Переполох на болотах. Россияне вымаливают гробовые за своих сыновей. Но денег нет, а вы держитесь. Дочь Путина Мария Воронцова богаче Соловьева. Рудольфовичу поплохело. И, конечно же, российские самолеты идут вслед за российскими кораблями. И это только начало. Приветствую, друзья. Это Итоги недели. Прямо сейчас мы обсудим важнейшее событие прошедших 7 дней. Обговорим, что происходит в Украине и как валится в бездну современная путинская Россия. Меня зовут Владимир Тимошенко. Мы начинаем. И начинаем сразу же с очередной хлесткой пощечины от вооруженных сил Украины по преступной путинской России. Не только крейсер «Москва» пошел по курсу того самого русского военного корабля. Теперь очередь дошла и до вражеских самолетов. Над Азовским морем был сбит российский, особо ценный для оккупантов, самолет А-50. И, вероятно, подбит еще один борт Ил-22. Какие версии происшедшего и чем так ценен для расшистов тот самый А-50? В этих вопросах разбирались мои коллеги. Это самый дорогой и наиболее технически оснащенный самолет Российской Федерации. За сотни километров он видел запуски украинских ракет и взлеты наших самолетов. Он предупреждал российские подразделения о возможной опасности и ежедневно снабжал их свежими разведданными. Но все эти достижения остались в прошлом. Вечером 14 января Воздушные силы Украины уничтожили грозу российской авиаразведки самолет А-50. А заодно и воздушный командный пункт на базе Ил-22. О чем официально сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. А-50 – самолет дальнего обнаружения, который может видеть за горизонт, называют цифры разные, 700-800 километров, может видеть пуски баллистических ракет, подъем авиационной техники. Он был уничтожен. А самолет, командный пункт Ил-22, он якобы был поврежден. И именно он запрашивал посадку Анапе, и скорую просил, и пожарную просил. Соответствующий перехват переговоров уже опубликовали в соцсетях. Позднее появилось и фото поврежденного хвоста Ил-22. Очевидно, самолет таки смог дотянуть до посадки. Однако, по словам спикера ВСУ Украины, восстановлению не подлежит. А вот фото А-50 нет. Ведь по оперативной информации он находится на дне Азовского моря. После потери крейсера «Москва» в финансовом и человеческом плане ресурсы – это самая серьезная потеря для начала войны. Переоценить ущерб россиян от потери этих двух самолетов сложно. Ведь А-50, который упал в море, по предварительной информации, был введен в эксплуатацию лишь в прошлом году и являлся самым современным самолетом дальнего радиолокационного обнаружения РФ. Самый последний модернизированный самолет А-50. На борту 16 человек. Стоимость в советские времена составляла 280 миллионов. Сейчас, с учетом модернизации, она приближается где-то там к полумиллиарду долларов. То есть и в таком, и в таком плане это крайне дорогая машина. И у россиян, главное, их мало. Их всего 9. Теперь 8. При этом падение именно в море напрочь лишает РФ возможности хоть как-то в дальнейшем использовать уцелевшие комплектующие этого самолета, не говоря уже о попытках его восстановления. Если самолет падает в море, то в лучшем случае поднимут тела и обломки. Ил-22, или проще говоря, воздушный командный пункт, несмотря на то, что избежал падения, также утрачен для российской армии. Очевидно, оба самолета работали сообща. Один собирал разведданные, второй оперативно передавал их на места и корректировал маневры на земле. Ил-22, он управляет действиями сухопутных войск. И ретранслирует информацию. А-50, допустим, может разведывать передвижение наших бронетанковых частей. Моментально передавать на борт Ил-22. А Ил-22 уже управляет действиями российских вооруженных сил. Чем именно были сбиты самолеты, официальной информации нет. Однако, по мнению экспертов, удар был нанесен пусковыми установками «Патриот», которые недавно уничтожили три истребителя Су-34 на Херсонщине. Также рассматривается версия, что Украина получила какое-то новое, пока не объявленное оружие. Помимо поднятия боевого духа от самого факта уничтожения таких важных целей, сбитие самолетов дает и весьма практические результаты для наших сил обороны. После сбития А-50 минимум на 100 километров зона патрулирования, маршруты патрулирования будут перенесены вглубь российской территории. То есть на 100 километров меньше россияне смогут наблюдать за нашей территорией. К слову, теперь многострадальный аэродром в Староконстантинове наконец окажется не под колпаком российских авиарадаров. И возможные оттуда вылеты станут куда более неожиданными для рашистов. Притом, что и маршрутов куда лететь после падения А-50 прибавится. Сейчас россияне не смогут обеспечить круглосуточное радиолокационное наблюдение за нашей территорией. Так, чтобы по всему периметру боевых действий это делать. То есть у них сейчас появятся дырки в ПВО. Мы эти дыры сможем отслеживать и через них наносить более ощутимые удары с меньшими потерями наших ударных средств от ихней ПВО. По мнению аналитиков, А-50 являлся фактически самой сложной из всех возможных воздушных целей противника. Воздушное судно было буквально напичкано всевозможными радарами и должно было заметить любую угрозу. Однако это не помогло ему уцелеть. А значит, в СУ продвигаются все ближе к цели закрыть от врага небо над Украиной. Да, сколько бы Украина на поле боя не демонстрировала Путину и всей его своре свое превосходство, бледной поганке все не имется. И вот Россия снова готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны вооруженных сил Украины. По крайней мере, об этом сообщают в Институте изучения войны. Вероятно, это будут попытки высадки из вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гастомель под Киевом 24 февраля 2022 года. Мы же помним, чем все это закончилось для русских военных преступников. Что же будет в ближайшие месяцы? Неужели российский десант снова пойдет в атаку? Ответы на все эти вопросы далее в нашем сюжете. Российский десант планирует высадиться в тыл вооруженных сил Украины. Такое заключение сделали аналитики Института изучения войны. По мнению аналитиков, штурмовые бригады будут развернуты в ближних тыловых районах линии обороны вооруженных сил Украины с помощью вертолетов. Является ли это новым? Нет. Исвестна история высадки в Гастомеле определенного времени, где в конечном итоге удалось разбить эту группировку с противниками и не дать высаживать. Это принципиальный вопрос. И я хотел бы здесь напомнить, что ведь такого рода десантирование планировалось и осуществлялось не только в Гастомеле, но еще в Василькове. Возможно, историю действий Василькова, которая была не какие-то дни, а там значительно недели. То есть они планировали изначально захватить два аэродрома, Гастомеле, Васильков и потом военно-транспортами, авиацией высаживать технику, войска и действовать в направлении Киева. То есть решительно столицу, если там захватить, со всеми вытекающими военно-политическими последствиями этого. Напомним, что попытки высадить десант в начале полномасштабного вторжения закончились провалом. Это тогда, когда еще мы не имели тех всех возможностей, которые сейчас имеем. Там мобильные группы, ПВО наше. Тогда все как-то, только-только начиналось как-то все складываться в кучу. И тогда мы все это уничтожали в воздухе. Это настолько удачная цель. В Одессе вообще была ситуация, они не смогли подойти близко к берегу и высадили десант в море, в холодное море, где этот десант там доблестно и остался весь, по-моему, крабов кормить. Достигнуть успехов сейчас тоже вряд ли получится. Они сейчас боятся подлететь ближе, чем на 10-15 километров к линии размещения, потому что мобильные комплексы, зенитно-ракетные, насыщенные на линии фронта. И они пытаются, если подходят, то еще раз говорю, что самолеты, что вертолеты не ближе, чем до 10 километров. А это надо пересечь линию фронта, залететь откуда-то и попытаться высадить десант где-то в ТУ. Для того, чтобы что-то там сделать, вот этому десанту, это надо хотя бы минимум тысячи человек. Тысяча. Это сколько надо вертолетов. Ну давайте посчитаем 20 человек, хотя бы не 18, а 20. 20 человек на вертолет. Причем сложно нынче россиянам, как на море, от которого они всячески пытаются отгородить Украину, так и на суше. Если речь идет о морском десанте, то это невозможно. По состоянию на январь 2024 года вооруженные силы Украины либо полностью уничтожили, либо значительно повредили пять больших десантных кораблей. Следует отметить, что в составе флота Российской Федерации, всех флотов, осталось порядка восьми больших десантных кораблей. Благодаря коллективным усилиям наших стратегических партнеров и, соответственно, Укроборонпрома, создана эшелонированная система ПВО, которая включает малого, среднего радиуса действия, ну и, соответственно, большого радиуса действия, это Патриот и Сампти. Возможность проведения подобных десантных операций сводится практически до нуля. Подтверждением этих тезисов является сбитие Украиной над Азовским морем двух российских самолетов А-50 и Ил-22. Это давно уже не единичная практика. В результате успешных действий ПВО Украины были уничтожены три Су на Херсонском направлении. Но все же коварству россиян пределов нет, поэтому расслабляться Украине точно рано. Конечно, есть опасность такого рода действия противника. В этом случае, если будут использоваться, то и готовятся такого рода операции, то будет соответствующее обеспечение и армейской авиации боевыми вертолетами, которые должны поддерживать. Ну и дальше авиации не только вертолетами, у них значительное количество есть самолетов. Вооружения, о которых мы говорили, их мало не бывает. И надо понимать, что пока группировка войск Российской Федерации на территории Украины, которая действует, она имеет преимущество по вооружениям, по ракетному, авиационному, артиллерийскому, боеприпасам и личному составу. Поэтому они могут планировать и на каких отдельных участках организовывать такого рода действия. Это надо понимать. И нам потребуются очень серьезные усилия. Во-первых, своего разведку вести и предусматривать такие антидействия адекватные. А с другой стороны, если это будет случаться уже, то искать необходимые силы для того, чтобы сначала наносить удары по этой группировке, а потом соответствующим образом действовать нашими подразделениями. Уже фактически на третьем году полномасштабной войны Украина доказала, что готова принять любой бой, приготовленный Россией, и достойна выйти из него победителем. Ну вот смотрите, Путин отправляет новое пушечное мясо на убой в Украину. О могилизации по-русски еще сегодня, кстати говоря, обязательно поговорим. Сами так называемые простые россияне в это время еле сводят концы с концами и замерзают в своих квартирах и домах. Эти кадры облетели весь мир. А в это время Путин устраивает сладкую, сытую и гламурную жизнь своим детишкам. Как говорится, все в семью. Вот смотрите, как минимум одна из путинских дочерей, как оказывается, миллионерка. Мария Воронцова, старшая дочь бункерного существования, которой он, Путин, так упрямо пытается скрыть. Она является врачом-эндокринологом. Зарплата врачей той же специальности в России около 30 тысяч рублей. Это приблизительно 340 долларов. Но чада Путина, конечно же, отличилась и зарабатывает миллионы. Как и где зарабатывает дочурка Путина, прямо сейчас расскажем в сюжете. Россияне, обязательно посмотрите этот материал. Возможно, таки поймете, кто вами управляет. Пока российские врачи с госзарплатой в 30 тысяч рублей сводят концы с концами, старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, купается в миллионах. Ведь она-то не просто врач, а элитный. Они у меня никогда не были звездными детьми, никогда не получали удовольствие от того, что на них направлены софиты какие-то. Они просто живут своей жизнью, делают это очень достойно. Журналисты из команды Навального выяснили, сколько же зарабатывает дочь бункерного, и доходу президентского чада можно только позавидовать. Это не вопрос желания и вопрос, насколько мне хватит силы времени. Это однозначная необходимость. На первый взгляд, ничего примечательного. Зарплата государственная за несколько видов работ. Дочь Путина Мария Воронцова официально работает в Московском государственном университете на родном факультете фундаментальной медицины. И не так давно она получала там 110 тысяч рублей в месяц. Еще 35 тысяч она получает в Российской ассоциации эндокринологов. Маловато, но еще 48 есть. Она получает их в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава. Но это все еще мало для путинских стандартов. Хотя это вообще-то уже в 4 раза больше средней зарплаты врача в России. Но мы же говорили, Мария врач непростой. В 2019 году она основала компанию Намека, где всего 5 человек трудятся над всем, чем только можно. И, видимо, именно из-за такого большого количества обязанностей Мария имеет нехилые дивиденды от работы в своей же компании. В 2020 году, вскоре после учреждения, выручка Намека составила почти миллиард рублей. 840 миллионов, если точно. Им абсолютно точно стоило дать звание бизнесменов года. Потому что большая часть этого, 600 миллионов, это чистая прибыль. То есть маржинальность 70%. А 232 миллиона из этой чистой прибыли выплатили акционеру Марии Воронцовой в виде дивидендов. И вознаградили ее за такую эффективную работу еще и зарплатой. Детский эндокринолог Мария Воронцова получает в Намека еще около 700 тысяч рублей в месяц. В 2021 году чистая прибыль Намека еще больше. 810 миллионов. В 2022-м 855. Здесь уже мы утверждать точно не можем. Свежих данных пока нет. Но если дивиденды выплачивались так же, как в 2020-м, то всего нашей бизнес-леде досталось 910 миллионов дивидендами и 33 миллиона зарплатой. Итого 944 миллиона рублей. Но и это по меркам путинского окружения сумма смешная. Ну что это дало? Меньше, наверное, чем мы надеялись. Вот я бы так, наверное, сказала. Меньше, чем мы надеялись. А для дочки-то самого президента и вовсе доход позорный. Известно, что Путин самый богатый человек в России. И все его окружение тоже самое. Ковальчике, Ротенберге, прочие олигархи. Поэтому и дочери его пошли теми же стопами. Но просто они не занимают каких-то высоких позиций в топ-менеджменте. Я думаю, что просто для того, чтобы не сильно палить, чтобы не сильно, так сказать, мозолить глаза. Такой финансовый старт Марии обеспечивают друзья Путина. Ведь на МЕКО получала деньги от медицинского центра САГАС, принадлежащего другу и кошельку Путина Юрию Ковальчуку и Газпрому. Это клиника для российской элиты, где, кроме всего прочего, лечились наемники ЧВК Вагнер и обследовались потенциальные спутницы кремлевских чиновников. И теперь эта вип-больница, или лучше сказать бордельная лечебница, принадлежит наследнице президента. История, почему, собственно, САГАС, потому что он, во-первых, принадлежит Газпрому, а Газпром патронирует лично Путин, плюс, ко всему, там Питер и все такое. Но в действительности там даже самое главное не то, что это клиника, а то, что это, по сути говоря, является филиацией ФСБ или ФСО, ФСО, потому что, если через эту систему проходят влиятельные лица, то наверняка на них там заведены определенные карточки и компромат. Соответственно, эта сфера и вот эта вот больница, реабилитационный центр, он находится под жестким контролем властей. А, соответственно, дочь Путина, Воронцова, она просто, я так понимаю, дает определенную такую политическую крышу. Но то, что там происходят всякие непотребности, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что вся эта публика, она, в общем-то, сидит по болоте, по горам в этих вещах. Но заработать Мария скоро сможет еще больше, ведь дочурку президента готовят к политической карьере. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут. Несколько дней назад Мария дала свое первое большое интервью, где, кстати, упомянула о ценности жизни русского человека. Наше общество, я имею в виду российское общество, с нашими жизненными устоями, с нашей культурой, с нашей религией, религиями, я бы сказала, все-таки не столь экономико-центричное общество. Мы в большей степени человеко-центричное общество. И для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. Учитывая, что дети Бункерного лишь изредка появлялись в новостных сюжетах, такое публичное появление было неспроста. Судя по всему, там идет серьезный передел сферы влияния после выборов так называемого Путина, так называемого президента Российской Федерации. Будет перераспределение и портфелей, я так понимаю, конфигурации будут меняться, властные. И Воронцова, которая наверняка уже скротила и свой небольшой план, почему бы и нет, она тоже хочет претендовать на определенный кусок политический, прежде всего. Я думаю, с экономическим у них там все хорошо. Соответственно, ей нужно заявить о себе, во-первых, и представить себя, что называется, орбит Курби, силу и миру, и городу. Такое развитие событий в Кремлении обычным не назовешь. Ведь российский бюджет давно стал семейным кошельком большой мафиозной группы. И власть имущая пропихивают свое чадо ближе к источнику денег, при этом проповедуя идею современного дворянства. Здесь как бы далеко не секрет, что в свое время Патрушев еще предложил модель нового дворянства. Патрушев, по сути говоря, второе лицо в России. Его идея заключалась в том, что нужно создать новое дворянство. Дворянство мы знаем, что такое, передающийся по наследству статус. Поэтому они сейчас прекрасно понимают, но если Патрушев, например, готовит своего сына в премьеры, он является у него сейчас министром сельского хозяйства, то почему бы и дочери Путина не выдвинуться куда-то? Ну, там, кого не возьми. Сын Фродкова, бывшего премьер-министра, тоже занимает высокую должность. Сын Кириенко, дочь Ольгу, опять-таки, да? Кстати, говорю, что тоже публичная фигура, ну и так далее и тому подобное. Это и есть реализация модели нового дворянства как раз-таки. Ну, а медийный и государственный бэкграунд для будущего министра здравоохранения, как вы понимаете, очень важен. Хотя должность для Марии могут подобрать и другую. Главное, чтобы поближе к кормушке. Ну, а что тут скажешь? Маша Воронцова работает не эндокринологом, а дочерью Путина. Не пыльная работенка, прямо скажем. Ну, пока российская богема делает карьеру, российские простолюдины пытаются выбить гробовые за своих сыновей, мужей, братьев, которые пришли с войной на нашу украинскую землю. Выбить-то пытается, только вы ж помните, денег нет, а вы держитесь. Как Путин обманывает свое пушечное мясо. Как покалеченные захватчики вымаливают деньги на свое содержание. И как власти Российской Федерации разводят родственников погибших, чтобы не выплачивать те самые гробовые. Мои коллеги прямо сейчас об этом расскажут. Российское пушечное мясо вымаливает у диктатора часть зарплаты и обещанные соцвыплаты. Уровень награда, он, конечно, у нас символичный характер. Видеообращение к Путину записали военные роты «Шторм-Зет» из Орловской области. У всех моих ребят, и в том числе у меня, проявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, с оформлением дополнительных социальных гарантий выплаты 3 миллиона по указу президента Российской Федерации номер 98. Напомним, что отряды «Шторм-Зет» страна-агрессор формировала из заключенных. Когда их вербовали, то обещали целый ряд льгот и выплат. И, конечно, огромную по российским меркам зарплату. Когда нас приглашали в данное формирование, нам были обещаны заработные платы от 205 тысяч рублей. А в итоге у нас заработная плата была в два раза меньше. Боевые у нас были всего 75 тысяч рублей в месяц. Тем, кто выжил в путинской мясорубке, приходится месяцами безрезультатно оббивать пороги чиновников. И так по всей России, уверяют отчаявшиеся оккупанты. Их слова подтверждаются и в других историях, которые все же попадают в российские СМИ. Пробыл я там ровно полгода, был штурмовиком. Обещали около 215 тысяч рублей в месяц. Плюс должны были еще дать боевые. Вместо обещанных сумм я получал по 20-40 тысяч рублей в месяц, рассказывает он. К нам приезжала комиссия и пообещали, что все выплатят уже дома. В итоге ничего не получили толком. За ранения тоже ни копейки. Не получают выплаты не только зэки, но и мобилизованные оккупанты и добровольцы. Правда, у них проблем немного меньше, отмечают журналисты издания «Настоящее время». Бардак и бюрократия в российской армии могут коснуться любого контрактника, мобилизованного, наемника или бывшего заключенного. Разве что генералы могут рассчитывать на гарантированные выплаты. Бюрократию чуть ли не главным фактором таких проволочек в армии захватчиков называет и украинский экономист Илья Нисходовский. Бюрократия напрямую связана с тем, что необходимо собрать кучу различных документов, которые подтверждают ранение, которые подтверждают, где ты был, которые подтверждают, с кем ты ходил, при каких условиях и так далее и тому подобное. И как результат отсутствие каких-то бумажек дает возможность не выплачивать эту помощь, задерживать эту помощь, гонять солдата по тысячу раз по разным кабинетам для того, чтобы он там собрал какие-то вот эти документы. Однако винить во всем гнилую российскую бюрократию не стоит. При желании Кремль, конечно, мог бы упростить всю бумажную волокиту ради тех, кого Путин использует в войне против Украины. Но этого не делают, видимо, заняты электронными повестками, которые упрощают отлов пушечного мяса. На пути же вернувшихся в РФ оккупантов к долгожданным выплатам, ради которых зачастую они и идут убивать и умирать, кроме бюрократических процедур стоит еще и коррупция. Деньги не доходят, деньги разворовываются, деньги прикарманиваются, осуществляются различные приписки. Это и касается и осуществления боевых заданий, это и касается ранений, это касается и смертей. Есть даже прямое, фактически, принуждение солдатов отдавать полученные деньги командиру. Это тоже публикуется, не в тех количествах, которых не есть, но мы понимаем, что если это уже прорвалось, значит, имеет место и человек уже доведен до отчаяния. А значит, коррупция в российской армии, скандалы, о которой сопровождали начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, никуда не исчезла. На войне, на ранениях и смертях сограждан в России продолжают зарабатывать. Если российские генералы, они воруют на государственных заказах, производство техники, покупка одежды, то непосредственно командиры воруют на солдатах, когда те недополучают те деньги, которые им положены по закону. Про гробовые, точнее их отсутствие, поговорили. А значит, что? Правильно, настало время обсудить могилизацию по-русски. Так вот, в России продолжается скрытая мобилизация. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, ежедневно в армию Российской Федерации приходит около 1000-1100 человек. А после выборов президента их количество может возрасти в несколько раз. Не для пополнения запасов, а реализации нового наступления. Детальнее о кровавых планах Кремля в нашем следующем сюжете. На России продолжается скрытая мобилизация. И желающих отправиться на войну там до сих пор немало. По информации Генерального управления разведки Украины, ежемесячно в армию РФ приходит 30 тысяч добровольцев. Это около 1000-1100 человек в день. На самом деле эти объемы гораздо меньше, нежели были несколько даже месяцев назад. Поскольку ранее Российская Федерация умудрялась в подобном ключе мобилизировать около 50 тысяч солдат за месяц. То есть они в день набирали приблизительно 1500-1600 человек. Гораздо меньше, чем раньше. Однако стабильный поток кадров все еще отправляется воевать на восток Украины. С их помощью Россия восполняет потери и формирует резервные полки. Чем более Россия будет пытаться, например, на направлении Авдеевка, либо Купенск, будет пытаться усиливать свои наступательные действия, Украина имеет возможности для того, чтобы дать отпор. И опять-таки это будет означать минус 800, минус 1000, минус 1100 человек оккупантов в день. Соответственно, даже те темпы мобилизации, которые присутствуют сейчас в Российской Федерации, они могут стать недостаточными. О том случае, если станет недостаточно, в России позаботились. Законы, ограничивающие права призываемых в ряды российской армии, принимали на протяжении почти всего прошлого года. Так депутаты Госдумы оформили электронные повестки, повысили призывной возраст и подняли штрафы за уклонение от службы. Изъятие паспортов стало еще одной ограничительной мерой, которую в декабре ввели российские власти. Теперь все срочники обязаны сдавать свои документы. В случае невыполнения закона паспорт призывника признают недействительным. Однако представитель ГУР Вадим Скибицкий считает, что это вовсе не испугает россиян. Ведь те, кто хотели уехать, уже давно уехали. У россиян есть мотивация идти в армию. Это заработная плата. Особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят. А у него ипотека, семья и так далее. И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей. По информации ГУР, зарплаты российских военных, воюющих на передовой в Украине, составляют примерно 220-250 тысяч рублей. Это более чем 2,5 тысячи долларов в месяц. И за день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате. Сейчас кто продолжает идти и поддаваться, очевидно, что, во-первых, это люди, которые имеют серьезные финансовые трудности. Поскольку в Российской Федерации жизнь обычного человека, особенно жителя небольших мегаполисов, ни Москвы, ни Питера, крайне-крайне сложная. После введения ряда экономических санкций в том числе очень сильно поднялись цены на продукты питания, поднялись цены на бытовую технику, на все практически для граждан России. И даже на макроуровне начали фиксировать увеличение инфляции, то есть повышение цен за прошлый год более чем на 7%. В сравнении в Украине, на территории которой происходят военные действия, у нас инфляция в районе 5%. Также продолжается мобилизация среди заключенных. В конце прошлого года в России ввели особый воинский учет для заключенных в колониях. Теперь он будет проводиться без личной явки, без медобследования и даже без психологического отбора. Количество заключенных, которые добровольно хотели бы взять участие в соответствующих действиях, уменьшается кардинально. И очень часто якобы добровольный приход на подачу заявления, это на самом деле принудиловка, либо на работе, либо через военкомат, просто пытаются показать уровень народной поддержки. И уровень народной поддержки должен оставаться стабильным по крайней мере еще несколько месяцев. В марте этого года пройдут выборы президента России. Эксперты британского издания The Guardian считают, что приближающиеся выборы президента одна из причин, по которой Путин отодвинул войну на второй план и опроверг слухи о предстоящей второй волне мобилизации. Ведь опросы общественного мнения показали, что жители страны устали от войны, которая не собирается прекращаться. В ответ на вопрос независимой социологической организации «Левада-Центр» о том, о чем россияне хотели бы спросить Путина, самым популярным вопросом был, когда закончится вторжение в Украину. Другой опрос показал, что почти половина россиян хотят, чтобы Путин начал переговоры о прекращении войны в Украине, впервые превосходя подчисленности тех, кто хочет продолжить войну. Особенно чувствительным является вопрос о том, планирует ли Путин объявить новую мобилизацию после своего пятого срока. Решение в прошлом году объявить общенациональную мобилизацию привело к самому большому падению поддержки Путина за одну ночь за 30 лет опросов. И до марта этого года, очевидно, ждать усиления мобилизации не предстоит. У Украины и ее союзников есть 3-4 месяца на соответствующую подготовку, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. А выборы 17 марта могут стать потенциальной вехой для Кремля. Ведь почва для нее уже подготовлена, и все соответствующие законы приняты. В ГУР сообщают, что несмотря на санкции, там увеличили производство и выпускают до 130 новых стратегических ракет. Поэтому крайне важно, чтобы и Запад мобилизировал свои усилия в помощи Украине. Да, мобилизация в Российской Федерации продолжается. Продолжается и закручивание гаек. Причем по отношению не только к простым смертным, но и типа как к путинским оппозиционерам. Не верите? Тогда слушайте. Мытарства военного преступника Гиркина-Стрелкова продолжаются. Прокурор запросил ему 4 года и 11 месяцев колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности. Отметим. В ноябре Стрелков объявил о решении выдвигаться на псевдовыборах президента России 2024 года. Что же будет с ним далее? Об этом расскажем в сюжете. Обвинение запросило для бывшего командира боевиков группировки ДНР полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает телеграм-канал Стрелкова, ссылаясь на одного из его адвокатов. Очень неприятно удивила кровожадность обвинения, которая потребовала максимальный срок, потребовала колонию общего режима, хотя это абсолютно противозаконно. По делам такого рода возможно только колония-поселение. То есть мы все неприятно поражены, шокированы. Напомним, что Игорь Агиркина-Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российскую власть и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в московском СИЗО, время от времени напоминая о себе громкими заявлениями в письмах или же, как совсем недавно, выдвижением в президенты России. Вменяется Стрелкову статья за призывы к экстремизму. Причем, что интересно, призывы российская система правосудия углядела не в многочисленных эфирах Стрелкова, в которых тот многогранно дискредитировал, как все военное руководство РФ. Про министра обороны я уже сказал. Редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца, тупого, как пробка, вот у нас на посту министра обороны. Если он хочет меня с это спросить, ну ладно, я готов. Я это скажу и на суде, если меня туда притащат по оскорблению личности этого существа. Так и политическое, включая лично бункерного. Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. таким подходом руководства страны к войне, такие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграли. Абсолютно непрофессиональные, необучаемые кадры высшей власти Российской Федерации. Шансов на победу у нас нет никаких. Экстремизм следствие усмотрело в двух записях террориста Стрелкова в его личном телеграм-канале, в которых тот призвал расстрелять российских чиновников, виновных в задержке выплат российским оккупантам в далеком мае 2022 года. Как выясняется, семьи большинства мобилизованных солдат три месяца не получали никаких положенных выплат, пока кормильцы рисковают жизнью и здоровьем на передовой. В декабре 2023 года прямиком из СИЗО Игорь Стрелков дал интервью российским медиа, в котором террорист, один из главных виновников начала войны на востоке Украины, поделился своими опасениями за свою жизнь. Никто не привлечен к ответственности за устранение Пригожина. Президент озвучил версию самопроизвольной гибели, и в эту версию я не верю. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня амнистируют так же, как и повара. Для амнистии подобное Пригожину у Стрелков, пожалуй, все же мелковат. Террористу-блогеру скорее уготована судьба, подобная лидеру российской оппозиции Алексею Навальному. Тюремный срок, за которым последует следующий срок, и так до бесконечности. Но жаловаться Игорю не стоит. Кровавый российский режим всегда перемалывает своих мелких слуг. Так было с многочисленными командирами так называемых ДНР и ЛНР на Донбассе. Так было с Пригожиным. Теперь же настал черед перемалывания и самого Гиркина. Да уж, ох и клоуны там на России. И сами обитатели бункера, и те россияне, которые вроде как пытаются критиковать их. Я про Гиркина, если что. Вот смотрите, Путин уже достал всех своими бреднями про расширение НАТО еще до 24.02.2022. Бредил, бредил, и что? Бредни стали реальностью. НАТО активизировалось. И активизировалось так, что у кое-кого по фамилии Путин затряслись коленки. НАТО оглашает самые масштабные со времен Холодной войны учения стран-участниц Альянса. Обучение пройдут 90 тысяч военных, а отрабатывать будут ситуации, связанные с реальным нападением России на НАТО. Эксклюзивные подробности далее. Самые масштабные военные учения за последние 40 лет. Стойки защитник 2024. 90 тысяч военнослужащих из стран Альянса будут тренироваться более 4 месяцев. Беспрецедентно огромное количество техники. Более 50 кораблей от авианосцев до эсминцев. Более 80 истребителей вертолетов. Не менее 1100 боевых машин. Стартует учение 22 января и продлятся до мая. Главная цель продемонстрировать уровень готовности к вероятным нападениям. Угрозой Альянс считает Россию. Это рекордное количество войск, которые мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах. По всему Альянсу, через океан, от США до Европы. Мы оборонительный союз. Так что мы должны быть готовы. И мы готовы. При этом мы совершенствуемся, повышаем уровень готовности с большей численностью персонала, с лучшими навыками в определенных областях. Военные понимают, что к чему это идет, нужно готовиться сейчас, потому что потом будет намного-много больнее, неприятнее, придется оставлять какие-то территории. Поэтому сейчас отрабатывают, постепенно увеличивают бюджет, набирают людей. Набрать людей это же не так, что ты сразу полмиллиона людей набрал. Это постепенно. Предварительно учения будут проходить в северной части Норвегии. Также, возможно, в Литве и Венгрии. Издание Бильд ранее писало со ссылкой на свои источники в разведке Альянса, что Россия может попытаться напасть на Европу в конце 2024 года, когда Соединенные Штаты окажутся впереди межвластия после выборов и не сразу смогут отреагировать на действия РФ. Так что сейчас Альянс планирует продемонстрировать скорость реакции и решительность действий на вероятные угрозы. Учения Стойкий Защитник 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы. Будет проходить детальная проработка планов и действий в случае нападения РФ на страны Альянса, которые граничив с потенциальным агрессором. Также в учениях примут участие военные Швеции, которые только вступают в Альянс. Проверить свою готовность и показать Российской Федерации, что у нас тут есть чем помахать перед носом, поэтому даже не вздумайте нападать. Но это такая демонстрация силы, кроме тренировок, кроме отработки, потому что разные же страны принимают участие, разные командующие, у всех разный темперамент. Это все можно сложить в кучу и заставить, чтобы этот один большой механизм работал. Такие масштабные учения демонстрируют, что Альянс наконец осознал, угроза от России как никогда реально и надо готовиться. Украина таких учений только выиграет, так как армия РФ должна будет на это реагировать, а значит стягивать свои войска к местам учений и ослаблять тем самым линию фронта. И этим Украина может успешно воспользоваться. А теперь наша постоянная рубрика «Новые бредни Трампа». Итак, что же в этот раз? Дональд Трамп пообещал, что в случае его нового президентства он очень быстро цитата «обеспечит окончание войны в Украине». Расскажем, так ли это? Что дает право скандальному политику утверждать такое? И каково нынешнее положение Трампа в предвыборной гонке? Поверьте, будет очень интересно. «Болтать, не мешки ворочать» эта пословица как-никак лучше подходит нынешнему кандидату в президенты США Дональду Трампу. Одиозный политик, раз за разом попадающий в громкие скандалы, готов пиариться на всем, лишь бы привлечь себе внимание американских избирателей и мировой прессы. Не прошло и года после того громкого заявления Трампа, как он вновь заговорил об Украине. На этот раз, по словам миллиардера, он готов примирить обе стороны уже меньше, чем за сутки. Ситуация с Украиной очень ужасающая и мы собираемся решить это. Мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского. Я могу поговорить с ними и мы решим эту проблему очень быстро. Жаль ли, что Дональд Трамп не может так же быстро решить собственные проблемы, подшучивает над миллиардером американская пресса. Журналисты последней уверены, что громкие заявления политика связаны в первую очередь с его шатким положением. Слава Богу в Соединенных Штатах сегодня мы видим такую концепцию республиканцев, что набирает обороты и получает достаточно серьезные рейтинги и может быть даже возможность того, что будет как бы конкурент сильный Трамп Ники Хейли. Именно ей республиканцы уставшие от бесконечных секс-скандалов и интриг Трампа и пророчат кресло президента на предстоящих выборах США. Факт того, что она женщина, учитывая что вопросы гендерного равенства в Соединенных Штатах достаточно актуальны, то это как бы в позитив идут этому кандидату. Ее темпы, скажем так, наращивания поддержки достаточно увеличились. Она себя очень хорошо показала, особенно в последних дебатах между республиканцами. На минувших дебатах Ники Хейли стала самой популярной фигурой среди тех республиканских избирателей, которые считают свои взгляды умеренными или либеральными. Она заручилась поддержкой 63% этой группы. Для Трампа это стало своеобразным ударом, а для большой массы американских избирателей и самих республиканцев альтернативой опальному политику. Все будет зависеть от концептуальной модели стратегического курса Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, что в республиканской партии есть здравомыслящие люди, есть здравомыслящие стратегии, они прекрасно понимают, что позиция Трампа совершенно не соответствует их интересам и будем надеяться на то, что в той же республиканской партии будет более молодой кандидат и более молодая кровь, которая совершенно будет по-другому действовать. Нынешнее шаткое положение Трампа в предвыборной гонке и заставляет последнего делать подобное высказывание касательно Украины. В отличие от самого Дональда, его партия особой любви к Путину не питает и в вопросе прекращения войны в Украине готова рассматривать его лишь на условиях официального Киева. Это подтверждает опубликованный накануне план поддержки в Украине от республиканцев, в котором последние дали четко понять Путину, где его место. По их мнению Россию уже давно можно было бы поставить на место. И в этом Ники Хейли может помочь как никто лучше, учитывая проукраинскую позицию потенциальной кандидатки в президенты США, поясняют аналитики. У нее есть хороший опыт работы с украинским постоянным представителем, на данный момент это посол Сергей Кислица, и с точки зрения внешнеполитического курса Украины у нее нет каких-то замечаний, то есть она говорит и отмечает то, что наши позиции совпадают. Поэтому это позитивный опыт, который она может принести в Белый дом. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут уже 60-ми в истории страны. На сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Счастливо!